Здравствуйте, друзья! В эфире Дачные советы. И сразу начинаем нашу передачу с ответа на звонок, который я получила на днях вместе с поздравлением, с праздником, крещением. От Надежды Говорун из села Русская Селизба. Привет всему селу. Там проблемы уже несколько лет. Не рождается картофель мелкий, мягкий. То есть у всех столбур. Страшное заболевание. Я вам уже который раз говорила и писала об этом очень много своих журналов. Что пять лет назад эта болезнь повсеместно распространилась в нашей области. И почти на 100% лишает нас урожая всех видов посленовых культур. Картофеля, баклажанов, томатов, перцев. И справиться с этим можно только двумя способами. Опять говорю, Надя Говорун, послушайте, что я вам советую. Сделайте узкие грядки и накройте их спонбондом. Можете не делать узкие грядки. Вы говорите, у вас 20 соток огорода огромный. Вы и скотину кормите этой картошкой. Я в этом году попробовала на участке, который беру в аренду дополнительно к своему крошечному огородику, без дуг, просто поверху, как стали делать фермеры, которые выращивают для нас экологически чистую продукцию. Так вот, фермеры перешли на наш способ укрытия растений от всех видов листососущих, которые своей слюне приносят вот эти микоплазмы. Это микробы такие крошечные, занимающие промежуточное положение между вирусами и бактериями. Лекарств от них пока нет. Вы можете либо накрыть картофель, перцы, баклажаны, томаты, либо бесконечно брызгать от вредителей всех видов листососущих. Выбирайте. Лично я накрываю. Не хочу так много использовать химикатов. И времени на это нет. И уверяю вас, что это еще дороже, чем накрыть спонбондом. Можно купить спонбонд дешево, целый рулон. Попробуйте. Но ведь вы можете получить с одного хорошо ухоженного куста картофеля минимум 3 килограмма клубней. Третья часть ведра, то и пол ведра. Некоторые хвалятся, что ведро получают. Но это уже, друзья мои, столько надо ввалить удобрений и органики, и минералки, что я боюсь, что все это количество азота, потребленного картофелем, не переработается и отложится в виде нитратов. Не надо гнаться за такими урожаями, остановиться на хорошей серединке. И этого хватит урожая. Так, Надя Говорон, значит, позавидовал какие-то ростки хорошие у картошки. Да, если она здорова, они будут вот такими. Вот сейчас я для соседей выращиваю ростки на картошке. И они будут их высаживать. Я их научила. Это очень просто сделать. Каждый росток отламывайте. Я уже показывала 3 года назад по телевидению. Аккуратно отломили. Положили в какой-нибудь стимулятор. У меня есть суспензия хлореллы. И после этого высаживаю. Так же, как мы все высаживаем. В горшочки с выдвижным дном можно. Нет у вас покупных горшочков. Да и вот из-под сметаны. Любые посудины. Их сейчас все свалки мусорные завалены. Вот этой бесплатной посудой, в которой мы можем посадить вот эти ростки. Во что сажать? А во что мы рассаду всю выращиваем? Земля смешанная с торфяным субстратом. Есть деньги, биогомос купили. Сейчас пошли субстраты, которые уже смешаны с биогомосом. Вот, пожалуйста. И такие. Нет земли своей, плохо запасли. Но, друзья мои, доставайте деньги из кошелька. И покупайте вот такие готовые. А что, в них можно сажать? Можно. Только тогда в каждую лунку при пересадке рассады на грядку придется положить по гости снова этого торфа. Иначе будет стресс у растения. Растение 2 месяца потребляло только вот эти питательные вещества, что заложено здесь в торфяной субстрат. А потом высадили его в землю. Совсем с другой пищей. 2 недели уйдет на то, чтобы растение перешло на другое питание. И на смарку все ваше вот это раннее овощеводство. Следите за этим. Анна Владиславовна Давидович предлагает другой способ выращивания картофеля. Из семян. Я хочу сказать, что несколько лет назад я выращивала свой посадочный материал из семян картофеля. Конечно, получается подешевле. Раз, во-вторых, этот же картофель ничем не болеет. Что из семян, что из этих ростков. Он будет у вас здоровеньким. Но опять его надо будет накрывать. Итак, я передаю слово Анне Владиславу Давидовичу. Там появились семена уникального картофеля с цветной мякотью. Это сейчас самая фишка во всем мире, поскольку цветная мякоть продляет нам жизнь. А мы договорились, целый месяц мы будем рассказывать об овощах, которые продлевают нашу жизнь. Компания «Биокомплекс» производит и реализует органические средства по уходу за растениями. Спрашивайте суспензию хлореллы в магазинах вашего города. Здравствуйте. Новогодние праздники закончились и впереди новый посадочный сезон. И в этом сезоне, как всегда, мы привезли вам множество интересных новинок. А начнем мы с семян овощных культур. Вся Европа и Америка сейчас переживает настоящий бум здорового питания. И необычайно популярны в этом сезоне овощи и фрукты и ягоды с фиолетовой окраской кожуры. На фермерских рынках быстрее всего расходится вот такая необычная фиолетовая морковь сорта «Космик Пепл». Причем она не только полезная за счет антоцианов, входящих в состав фиолетовой кожуры, но и очень красивая, ярко-оранжевая внутри и ярко-фиолетовая снаружи. Эта морковь «Космик Пепл» великолепно смотрится в салатах, нарезанная кружочками. И вкус у нее тоже отличный. А вот желтая морковь старинного немецкого сорта «Лаберихер». Она тоже пользуется невероятной популярностью у любителей плова, потому что считается, что настоящий плов можно приготовить только с желтой морковью. В этом сезоне мы привезли вам ботанические семена картофеля с цветной мякотью – фиолетовой и ярко-красной. Многие скажут, что сажать картофель с семенами – занятие очень хлопотное. Но вырастив один раз из этих семян мини-клубни, вы обеспечите себя здоровым посадочным материалом на 7 лет. Кроме того, некоторые сорта картофеля с цветной мякотью просто невозможно достать клубнями. Два сорта фиолетового картофеля – Боровелли и Гурман с темной фиолетовой мякотью. И два сорта картофеля с мякотью ярко-розовой. Это сорт Клюква Грэнбери и Горная Роза. Фиолетовый картофель просто незаменим для диабетиков, так как содержит природный инсулин и снижает сахар. А красные сорта содержат большое количество каротиноидов, повышает иммунитет, разрушает и вывозит из организма токсины и борется с раковыми клетками. Помимо всех полезных свойств, эти сорта еще и вкусные, отлично хранятся и практически не болеют. Они особенно рекомендуются для запекания с кожурой, так как в ней содержатся самые полезные вещества. Еще одна новинка, о которых я буду говорить подробнее в следующих передачах, это крупноплодный многозачатковый или семейный лук. Вот посмотрите, так выглядит сивок крупноплодного семейного лука. Все мы считаем, что семейный лук он мелкий, и сажать его занятие очень хлопотное. Но вы представляете, какие луковицы могут вырасти вот из такого сивка? Луковицы массой до 170-180 граммов, а в одном гнезде образуется до 9 луковиц. То есть, посадив одну такую луковицу, вы можете получить более килограмма отличной товарной продукции. Два крупноплодных сорта семейного многозачаткового лука. Это сорт лук-шалот крупноплодный аристократический и лук красный старорусский салатный. И еще одна приятная новость для наших дачников. В этом сезоне мы привезли профессиональные семена цветов и овощей от лучших мировых производителей. Компании Сингента, Саката, Бейо, Семенис и многих других. Чем отличаются профессиональные семена от семян обычных? Во-первых, высочайшим качеством и высочайшей схожестью. Мы привезли для вас лучшие сорта баклажанов, перцев, кабачков, томаты японской селекции от фирмы Саката, семена петунии, пеларгонии, гацании. И надеемся, что они придутся вам по вкусу. Дорогие дачники, выбирайте и сажайте, удивляйтесь и радуйтесь, а мы постараемся помочь вам в этом. Магазины дачная коллекция предлагают покупателям семена овощей с необычной окраской, светодиодные фитолампы, профессиональные семена овощей и цветов, крупноплодный многозачатковый семейный лук и многое другое. Внимание! На сайте открыт интернет-магазин. Адреса магазинов улица Победа, 111 и улица Самарская, 36. Героям сегодняшней программы я наметила сделать огурцы. Их выращивают все дачники. Ну, казалось бы, одна вода, там на 90% огурцы стоят из воды. Друзья мои, ну вода-то какая! Да как не поговорить об этом? В крещении есть сегодня крещение. Клеточная вода овощей. Это живая вода. Она очищает наш организм, заходит во все наши клеточки, растворяет все шлаки, которыми мы забиты, и выводит их из организма. Вот что делают огурцы. И поэтому летом, по возможности, без хлеба, безо всего, ешьте эти огурцы и выводите из себя всю гадость, которую мы накопили за год. Огурчики вот советую солить. Раньше я много клала. Как в книжке написано, соли на литр маринада. Раньше я клала 2 столовые ложки соли и ложку сахара. Все хвалили мои огурцы. Но слишком соли много. Теперь я делаю другой засол. И получаю малосольные огурчики. Столовая ложка соли и столовая сахара. И достаточно. А для того, чтобы они были поострее, вот кладите побольше чеснока, хрена. Вот он хорошо здесь вот виден. Листики всякие. И получается замечательный продукт. Но как его вырастить, этот огурец? Здесь проблемы какие появились. В прошлом году все ширяло. Во всех теплицах поимело паутиного клеща. Все ходили ко мне. Дай хоть немножко твоего вертимека и где его взять. Слава Богу, что появился спасение наше. И не только от паутиного клеща, но и от почкового на смородине. И от земляничного клеща. Есть клещи бурые на томатах, на яблонях и грушах, да на всех культурах. Есть эта мелкая гадость, которая высасывает из листа питание и постепенно губит растения. Клещей стало очень много. И с каждым годом их все больше. И обращаю внимание на вертимек. Еще почему? Три дня всего-навсего срок ожидания у этого дивного препарата. Причем не только в теплице. Есть и другие препараты, которые в теплице имеют срок ожидания три дня. А в открытом грунте две-три недели. А у вертимека срок ожидания, что в теплице, что в открытом грунте, всего три дня. Так что пользуйтесь им на радость. Одна обработка достаточно для того, чтобы ваши огурцы чувствовали себя потом отлично весь сезон. И ваши баклажаны. Это любимые культуры паутинного клеща. Это раз. Ну и белокрылка. Ну вот, слава богу, появился новый препарат эйфория. Там уже смешанный. Контактный препарат. И системный. Наконец-то это у нас здесь появилось. Нанесем удар с помощью эйфории или эйфории по белокрылке. Ну вот, и проблем почти не будет. Почти. А в следующей передаче поговорим еще как. От болезней страшных на огурцах и всех бахчевых культурах избавиться под названием пероноспороз. Времени уже не остается в этой передаче. Ну а пока я передаю слово Антону Бурдукову. Какие огурчики он советует нам выразить? Выращивать в новом сезоне. У него есть продажа, знаю, мой любимый. Японский гибрид Уран. Здравствуйте, Галина Константиновна. Я предлагаю вам обратить внимание на следующие гибриды огурцов. Начинаем с вашего любимого гибрида под названием Уран. Это высокоурожайный огурец портенокорпического типа. Это сверхранний огурец, плоды которого мы можем собирать уже через 36-37 дней после всходов. У данного гибрида наблюдается отличная завязываемость плодов как в холод, так и в жару. Гибрид можно выращивать как в защищенном грунте, так и в открытом. Следующий гибрид называется Мария. Это гибрид также портенокорпического огурца, корнюшенного типа. Начало первых сборов можно наблюдать через 39-41 день после всходов. Благодаря устойчивости к стрессам, в том числе жаре, и толерантности к грибным заболеваниям, гибрид имеет довольно продолжительное плодоношение. Хорошие вкусовые качества для потребления в свежем виде и высокие показатели для консервирования и засолки. Для любителей длинноплодных огурцов мы предлагаем следующие гибриды. Тристан – высокоурожайный, надежный гибрид для всесезонного выращивания. Сильное сбалансированное растение генеративного типа. У данного гибрида отсутствует выраженный перерыв плодоношения. Обычно завязи образуют по одному-два плода длиной по 22-25 см. Плоды не перерастают и долго сохраняют товарный вид. И самое главное – данный гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, хлорозам, некрозам и ожогу верхушки. Далее следует обратить внимание на новый высокоурожайный, самый опыляемый, среднеспелый гибрид голландской селекции под названием аскер. До плодоношения данного огурца проходит 50 дней. Образует мощное растение, длина главного побега достигает 3,5 метров. Длина плодов от 18 до 20 см. Гибрид отличается повышенной тенеустойчивостью, а также высокой ранней и общей урожайностью. Для получения максимальных результатов необходимо использовать профессиональные средства защиты растений и удобрения. Мы предлагаем вам израильские листовые подкормки серии Nutri-1+, а также препараты против вредителей и болезней, таких как эфория, вертимек, ридамил гол и другие. Желаю богатого урожая, до новых встреч! Фирма Агромагистраль предлагает в широком ассортименте профессиональные семена ведущих зарубежных и отечественных производителей, а также высококачественные удобрения и стимуляторы роста, средства защиты растений от болезней и вредителей. Магазин находится в Самаре, на пересечении улиц Димитрово и Молодежный. Телефон для справок 8-917-818-81-18. Но мало купить хорошие гибриды огурцов. Надо еще умело их кормить, чтобы не было перекосов в питании. Чуть сместим куда-то питание, и все, и болезни тут как тут. Так же и у людей у нас. Надо грамотно питаться. Надо правильно сбалансировать все элементы питания. Что я кладу? Под корень, под огурцы, биогумус, органика. А по листу работаю. Азот фосфоркалий плюс микроэлементы филатной формы. Три подкормки за лето. И все, и достаточно. И растение будет здоровым. Почему я биогумус в качестве органики выбрала? Под все виды культур. А под корнеплоды вообще на 100%. Он не обжигает корней. Растение уберет столько, сколько нужно. Растение не может его взять с избытком. Поэтому продукция не будет нитратной. Это уникальное свойство, которое принадлежит этому удобрению. Биогумусу. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать. в Самаре по телефону 972-70-95, а в Тольятти по телефону 22-57-89. Внимание, новинка. Жидкий биогумус. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается уже весенний сезон. И, как обычно, мы начинаем с посева семян. А для того, чтобы получилась хорошая рассада, нужно использовать, конечно, в первую очередь, качественные семена и в помощь для нас всевозможные рассадницы. Здесь и торфяные горшки. А для мелкосемянных можно использовать торфяные таблетки и микропарники для вот этих вот таблеток. Есть они на 24 таблетки, есть на 12. В этих мини-парниках получается великолепная рассада. И потом можно распекировать вот такие пластиковые ящики. То есть выбор сейчас большой для того, чтобы мы могли получить хорошую рассаду. И несмотря ни на что, я думаю, в этом году даже больше людей уже будет высаживать рассаду и овощных культур, и цветочных культур. И почвы грунтов – огромный выбор. И все, что нужно для того, чтобы растения хорошо себя чувствовали. И здесь сопропель, и сопроверм, и жемчуг. То есть все, что нужно для рассады, вы можете приобрести в нашем садовом центре. Во всех магазинах очень большой выбор удобрений. И симуляторов роста, подкормок, и порой сложно даже разобраться. Есть удобрения, которые нужно обязательно иметь в своем арсенале. Для чего? Вот посмотрите, ферровид – это стимулятор фотосинтеза и дыхания. Это удобрение в хилатной форме. Очень хорошо усваивается. Здравень – это тоже для рассады, для улучшения корневой системы. А чтобы растения не вытягивались, вы можете использовать Атлет и чуть-чуть приостановить рост рассады. И тогда рассада будет крепкая и хорошая. HB-101 – незаменимый препарат, который мы даже используем как скорую помощь, особенно ранней весной. HB-101 вам понадобится весной, когда вы рассаду высадите в грунт на улице, либо же в парнике. И здесь Альбит – это комплексный регулятор роста. Для улучшения почвы грунта используем Байкал-М или Восток. В принципе, действия этих препаратов одинаковые. Вы можете их использовать для улучшения состава почвы. И окрепившим минеральное удобрение комплексное. Это после того, как вы высадили уже рассаду. И мы новинку показывали в прошлый раз. Это суспензия хлореллы. Смотрите, вот я себе приобрела вот эту вот хлореллу питьевую. Здесь написано, что это тонизирующий напиток. Хлорелла содержит до 40 аминокислот, улучшает иммунную систему человека. А в принципе, все живое, и человек, и растение состоят тоже из клеток. Улучшает иммунную систему растений. В прошлом году в садовом центре мы много использовали хлореллы. Покупали по 200-300 литров еженедельно. И поливали наши хвойные растения. И результат был практически на глазах виден. То есть улучшается иммунная система растений. Растения чувствуют себя хорошо. Практически, можно сказать, чуть ли не спасают растения от гибели. Для того, чтобы улучшилась иммунная система растений, нужно начинать именно с семян и замачивать семена в составе хлореллы. И не забывайте, конечно, про комнатные растения. Здесь представлен огромный выбор удобрений для комнатных, специализированные и для пальмы, для фикусов, для фиалок. То есть обязательно нужна подкормка. Сейчас начинается активный рост горшечных растений. Дни стали длиннее, появляются солнечные дни. И обязательно нужна подкормка. Начиная с февраля, вы можете уже один раз в три недели. С марта один раз в две недели. То есть вы можете увеличить количество подкормок. Если в зимний период мы давали одну подкормку в месяц, а сейчас нужна будет еженедельная подкормка комнатных растений удобрениями. И можно будет готовиться к пересадке. Подбирайте, выбирайте кашпо для ваших любимых комнатных растений. И почвы грунты все представлены в нашем садовом центре. Садовый центр Веры Глуховой предлагает горшечные растения, керамику, пластмассу, удобрения, химикаты, семена, почвы грунты и все, что нужно для рассады и комнатных растений. Мы желаем вам хороших, здоровых урожаев и хороших комнатных цветов. Всем здоровья! Магазины цветы садового центра Веры Глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними, кашпо, семена овощных и цветочных культур, удобрения, почвы грунты, инвентарь. А теперь поговорим о таких микроэлементах, которые уже катастрофически исчезают из почвы вообще нашей планеты, а не только там из почвы нашей области. Крайне необходимые растениям и нам питательные элементы для растений, которые делают их устойчивыми к болезням, повышают их иммунитет, делают их крепкими, устойчивыми к болезням, к вредителям. И нас с вами тоже. Мы уже начали говорить в прошлый раз об органическом кремнии. Появились в продаже такие удобрения, которые содержат и органический кремний. И другой элемент, крайне необходимый для хорошего иммунитета людей – это селен. С ним еще обстоят дела хуже, чем с кремнием. Есть, появился селен. Давайте их добавлять, эти элементы, в состав почвы на наших участках. Я передаю слово Ларисе Вернемаланиной. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу об очень важном микроэлементе кремнии. Нехватка кремния в пище рикошетом бьет по здоровью человека и животных. Получить растениям необходимый кремний поможет препарат биокремний, состоящий из циолита, в котором содержится около 50% кремния, а также фосфор, калий, кальций, микроэлементы, микробы препарата байкала М1 и растительные экстракты. Если вы добавите 100 г биокремния на 5 литров почвы под рассаду, рассада не упадет никогда, потому что кремний влияет на прочность стебля и дает устойчивость к полиганию. При посадке и пересадке растений добавьте по 10 г биокремния в лунку. Цветы будут дольше и пышнее цвести, а у овощей не будет пустоцветов и больше завязей. Биокремний оздоравливает почву, аэрирует и раскисляет ее. Внесение биокремния в почву – это забота не только о здоровье растений, но и о здоровье человека. Кроме биокремния, с биорастворимым кремнем у нас имеется препарат Сиафлора, Силиплант и Ашби-101. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания растады. Телефоны для справок – 9 545 165. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова